Иран уже готовит ответ на дерзкую атаку Израиля по военным целям Исламской Республики. Ближнему Востоку предстоит лицезреть очередной виток эскалации и насилия. До 26 октября, когда Цахал ударила по объектам в Тегеране, власти страны заявляли, что реакция на атаку будет зависеть от её серьёзности. Четыре иранских чиновника сообщили, что верховный лидер страны Али Хаминеи поручил военным разработать различные военные стратегии в ответ на израильские атаки. Масштаб ответных действий Ирана будет определяться уровнем угрозы. Если Израиль ограничился бы ударами по нескольким военным базам или складам с оружием, то Иран мог бы не предпринять ответных мер. Однако в случае значительного ущерба или многочисленных жертв, реакция будет неизбежной. Тегеран также отреагирует на удары по энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, а также на убийство высокопоставленных лиц. По данным источников, возможные меры могут включать запуск до тысячи баллистических ракет, активизацию атак иранских группировок в регионе и нарушение глобальных поставок нефти через Персидский залив и Ормузский пролив. Заявление израильских властей о том, что 26 октября был осуществлен удар по 20 целям в Иране, не является правдой, так как ни один военный объект в Тегеране не пострадал. Эту информацию передает агентство Тасним. По словам источника, действия израильтян происходили вне страны и привели к незначительным последствиям. «Иран готов ответить на удар Израиля, нанесенный в ночь на 26 октября», сообщает агентство Тасним со ссылкой на информированный источник. Иранский представитель добавил, что ни один объект, принадлежащий корпусу Стражи Исламской Революции, не подвергся атакам в Тегеране. Цитата. «Утверждение о том, что в нападении участвовало 100 израильских самолетов, является полной ложью. Израиль пытается преувеличить масштабы своей слабой атаки», — сказал чиновник из Ирана. Ранее иранские СМИ сообщали о том, что Израиль атаковал несколько военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Армия Израиля также подтвердила информацию об ударах по военным объектам в Исламской Республике. Иранские СМИ отметили, что звуки взрывов были вызваны работой систем противовоздушной обороны, которые успешно отражали израильскую атаку, и что военные объекты не пострадали. Иран сейчас готов принять меры в ответ на удар Израиля, произошедший в ночь на 26 октября. Корпус стражи Исламской Революции заявил, что страна стал жертвой ракетного удара, целью которого были жизненно важные военные и силовые объекты. Армия обороны Израиля подтвердила, что провела точечные удары по военным целям в Иране в ответ на многомесячные атаки со стороны Тегерана. Как сообщили NBC News два высокопоставленных арабских чиновника, предполагаемыми целями Израиля стали казарма и оружейный склад. Израильский представитель уточнил, что Цахал не атакует иранские ядерные объекты или нефтяные месторождения, а сосредоточены на военных целях. По информации Sky News Arabia, Израиль также нанес удар по базе для запуска баллистических ракет. В соответствии с их данными, Израиль сосредоточил атаки на объектах, занимающихся производством ракет, беспилотников, а также на стартовых площадках и системах противовоздушной обороны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok